Дорогие соотечественники, и сегодня у нас в гостях наш добрый друг, друг нашей программы, авторской программы «Позиции» Валерий Демидевский. Спасибо. Рады видеть. «Завсегдатай». Как в старые добрые советские времена, был такой кабачок «13 стульев», и самый лестный эпитет был в адрес «Завсегдатай кабачка». Кстати, великолепная была передача. Это, наверное, одна из самых выдающихся передач во времени. И мне очень нравится, как там пан Вотруба. Его спрашивает один подкольчик, тот как бы бухгалтер, ну такой своеобразный, умел циферки. Он всегда подводил баланс под всем. Да. И помнишь, ему задает вопрос, пан Вотруба, а зачем вам голова? На что он говорит, я ею ем. Да. Но тем не менее он подводил баланс. Он все время все говорили, выступали, рассказывали что-то, занимались больше такой общественной деятельностью, а он все время подводил итог баланс. Право и лево тоже происходит и сегодня в мире тоже. У нас, да? У нас слишком много было разговоров, а сейчас подводится баланс. И вот этот баланс, это самое, вот мы говорили перед этим, вот вернулся я с этого международного конгресса в Риме по устойчивому развитию. И основной вопрос, который там был, как я понял, почему столь неустойчиво, это устойчивое развитие. То кризисы финансовые, долговые, военно-политические и так далее. А потому что нет своего бухгалтера, вот он бы. А когда он появляется, в двух всех начинает кричать, что он диктант. И когда появился Трамп, он сказал, говорит, ребята, что мне иметь дело с колхозами? Говорит, с каждым будем говорить по отдельности. И каждый будет платить за свой обет сам. Ну, Валерий, вот в связи с этим, что видишь там всякие светлые умы, фенкертанки, то есть мыслящие как бы танки, ученые там из команд Трампа, из команд Путина, команд Меркель там обсуждали. Что происходит с миром? Вот был главный вопрос. Вот как ты считаешь, вот глядя не с этих фокальных точек, как при сильных мира всего, а вот из нашей как бы. Что происходит с миром? Ну, мне кажется, мы соскакиваем с очередной иллюзией, вот которая была выстроена, да, о том, что стоит какие-то принять законы, стоит закричать о демократии, плюрализме, свободе слова и так далее, и так далее, вот этот набор, и он тут же дает, так сказать, весь набор благ. И кредитов, шаровых, и грантов. Но, к сожалению, никаких за 25 лет мы не увидели особых благ, да, ну и все объяснения о том, что какие-то у нас были неправильные демократы, неправильные евроинтеграторы, первая волна, вторая, третья, четвертая, пятая. Вот сейчас придет шестая и будет нормально. Вот как-то уже в это слабо верится. Оказалось, что и в Брюсселе не шибко правильные демократы. Нет, я вот сейчас буквально по дороге в студию просматривал интернет, наткнулся на статью запрутского политолога Дана Дунгача, который грозит нам Майданом. А, это тот, который граждан, что от Михаила Федоровича получил. Да, был главным советником Михаила Федоровича. Кстати, Дадон не собирается, ведь Дунгач был у этого бывшего президента Румынии, у Басевского, он отвечал, там же национальная идея, румынди притудинь-динь, то есть румын отовсюду, имея в виду, что мы все румыны. Если ты помнишь, что у этого главного идеолога и президента всех румын отовсюду, Дан Дунгачу заведовал ничем-нибудь, а как раз именно департаментом по румынам отовсюду. И что он сотворил нового? Нет, он сказал о том, что, в принципе, вот эта политика, которая проводится сегодня в Молдове, обязательно почему-то приведет к Майдану и досрочному объединению. Он имел в виду, как у них в Румынии сейчас? Ну, у них в Румынии там особый случай, там, я бы сказал так. Но я не слышал, что они с нами хотели объединиться после Майдана. Почему он считает, что мы должны? Да. Нет, там у них в Румынии, конечно, особый случай. Там, действительно, пришедшая к власти, получившая большинство парламента социал-демократическая партия, наделала кучу ошибок, так сказать, поторопилась. Причем сразу? Сразу, да, сходу, да, это спровоцировало. Но я бы... Как они похожи на Молдаван? Мы все хотим сходу и сразу. Нет, но там еще вопрос в другом. Я далек от мысли о том, что там десятки тысяч, может, даже сотни тысяч людей вышли на улицы просто так. Обрати внимание, помнишь последние кадры? Значит, одни стоят с синими, другие с желтыми. Чтобы организовать такое стихийно? Конечно же, за этим чувствуется мощная организация. Мощная организация чувствуется. И с большими финансами. Да, и понятно, почему даже вот, когда уже правительство сказало, что все, мы отказываемся от этого спорного законопроекта. Они говорят, нет, нас это уже не устраивает. Идем дальше. Я так полагаю, что речь идет о конечной цели этих акций и больших денег, вложенных в эти акции. Я думаю, что из-за рубежа в том, чтобы на Балканах не появился еще один Орбан. Совершенно верно. Понимаете? Дело в том, что сегодня в многих восточноевропейских странах к власти приходят политические силы. Ну вот, пожалуйста, Болгария, Молдова. К власти приходят политические силы, которые не хотят быть... Их обвиняют в национализме. Да, да, да. Быть таким тупым инструментом в разборках Запада с Россией. Понимаете? Причем они еще от этого сами страдают. Понимаете? Как вот такой разовый инструмент. Вот они кушают самую большую, так сказать, эту долю минусов. Теряют рынки с Россией, теряют сотрудничество, напрягает ситуацию внутри у себя страны, потому что симпатии к России даже в той же Молдове большие, да. И мы имеем и Приднестровский конфликт. Вот. Поэтому вот против этих людей, я думаю, сегодня будет вестись такая борьба. Наверное, под эту раздачу попадет и Болгарин, и наш президент в Молдове. Что-то все Майданы как-то... Вот американский Майдан интересен сейчас. Что-то они все по одному сценарию. Ну, наверное, тем, кто заказывает музыку и тем, кто при деньгах такое развитие не было выгодно. Ну, давай вспомним. 25 лет нет империи... Сколько? 25 лет уже нет империи... 27, наверное, уже где-то. Империи зла, да? Вот как они назывались, да? Которая, оказывается, развязывала все войны, грозила всем... Ужасная и страшная. И что? Какие войны развязала Россия на международном пространстве? А сколько войн мы сегодня имеем от Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомалии, Йемена? Ну, язык устанет. Порушенных государств, порушенных границ... К власти прошли банды, неуправляемые, то есть, экстремисты и так далее. Ну, и вот мы имеем на виду. И нам говорят, ну, это так, знаете, издержки, развитие... Они же за свободу и демократию борются. Они повстанцы. Ну, еще свобода и демократия тут тоже сложный вопрос. Нет, это повстанцы. Стоило у нас сказать. Ну, да, это... Понимаете, когда... Те террористы, это повстанцы. Да, да. Вот те, кто боролись против Милошевича, это были правильные повстанцы. А те, кто борется против Порошенко, который тоже применил армию в подавлении, так сказать, сепаратизма, да, и инакомыслия, это неправильные повстанцы. Ну, суть для того, чтобы выяснить, кто правильный, кто неправильный, нужно спросить, кто за ними стоит. Если это стоят американцы или там европейцы, это правильные повстанцы. Если вдруг, не дай бог, это россияне, это неправильные повстанцы. Мы видим такой вот интересный подход, да. Логика безупречная. Да, логика безупречная, да. Поэтому это так. И с той же демократией тоже вот у нас говорят, в нашей Молдове появилось за годы независимости десятки партий, да. И когда вот вдруг говоришь нашим политикам, даже любой уважающий себя. О гражданских обществах. Любой уважающий себя председатель колхоза бывший, он учредил партию, да. Прогресса, достоинство, справедливость. Куча есть очень таких красивых слов, да. Развитие, возрождение, согласие, достоинство. Особенно без штанов, голодранец, но с достоинством. То есть, все, чего у нас нет, да, вот оно, вот в именах этой партии, в именах этих партий. Когда им говоришь, что, ребята, подождите, а те, кто вас учит этому плюрализму, демократии и так далее, у них всех, десятки лет, сотни лет, существует просто двухпартийная система в Америке. Республиканцы, демократы. По британскому образцу. Да, британцы, Вики и Тори, да, Франция, две галлистские партии и социалисты. Это самое. Да, Германия, Союз ХДС, СССР, демократы. То есть, ребят, подождите, а что они играют в двухпартийную систему, а нас завязывает, надо сказать, на вот эту многопартийность, да. Наверное, для того, чтобы легче было манипулировать, потому что какую-то партию можно подкинуть и так далее. Вот сегодня, да, у нас сколько критики в адрес президента Додона, да, и Плохотнюка. Все говорят, что они играют в какой-то страшный спектакль. Ужасный спектакль. Вы знаете, они будут разыгрывать эту карту геополитического противостояния, понимаете, что вот там Додон будет работать с Москвой, а Плохотнюк с Западом и будет разводить бедных молодован. Стоило Додону поехать в Брюссель, чтобы поговорить с НАТО, с Европейским Союзом и сказать им честно, что, ребят, соглашение-то не идет, оно нам принесло кучу, как сказать, проблем, да, и мы бы не очень хотели, так сказать, очень активизироваться в НАТО по той простой причине у нас есть в Приднестровье, и мы не хотим ссориться на этой почве с Россией и так далее, и так далее. И кто-то пришел, прибежал на пресс-конференцию Додона в НАТО. Люди Плохотнюка? Нет. Нет. Прибежали ребята из оппозиции, которые вот критикуют их на этой почве, да, именно взращенные на гранты Европейского Союза, ЕС, да, и, значит, под собственные аплодисменты начали выступать нам с декларациями, даже не вопросами, я посчитал минут пять, наверное, с вопросами. это были выступления. Помните, сами себе аплодировать, понимаете, я спрашиваю, ребят, подождите, если вы против того, я тоже, кстати, против того, чтобы здесь разыгрывалось геополитическое противостояние, потому что мы от него страдаем, и оно пустое для нашей страны, небольшой, маленькой, да, вот, это действительно глупость. Лучше взаимодействие разыгрывалось. Ну да, да, попробуйте сделать, попробуйте сделать маленькую страну площадкой для сотрудничества с Европейским Союзом, и самым, но мы... Для этого есть все данные. Но самое интересное, Додон едет в Москву и разговаривает с Путиным, и Путин говорит, я готов сесть за стол переговоров, втрое, да, вот мы, тройной формат, вы Молдаване и Европейский Союз. Додон едет в Европейский Союз, и они говорят, нет, так мы так разговаривать не будем. Где демократия? Где учет интересов маленьких стран и своих участников? Почему бы и нет? А почему бы не сесть и не поговорить? Если это выгодно Молдове. Если вы шибаетесь лбами на нашей территории, на нашем ринге... То есть у любого человека возникает противостояние. Возникает, что если это соглашение одной из семидесяти, которые мы подписали, Европейский Союз подписал с разными странами, в том числе и с Молдовой, то если, допустим, те же белорусы, азербайджанцы, армяне отказались это подписывать, значит, они думали о своих интересах. Мы о своих интересах, наверное, не думали. Кстати, те же украинцы, они же экономическую часть не подписали. Ну да, до сих пор. Правда? Правда. Тем не менее, это, я скажу вам, не помогло. Они разорвали действительно соглашение в очень многое, в многих областях соглашение с россиянами из этой ситуации. Плохая ситуация, на мой взгляд, которая существует сегодня между Россией и Украиной из этого конфликта. Но, тем не менее, вы знаете, самое интересное, появляются вот такие ростки интересные. Вот, допустим, для того, чтобы возобновить отношения, не секрет, что Украина строила вертолеты, моторсич, для российских вертолетов, для концерна Миля, который строит, и является одним из крупнейших игроков мировых, очень такой ходовой самолет. вертолет МИ-8, МИ-17, отработанный, его удовольствием покупает многие страны, он и по цене, качество и так далее. Вот, чтобы продолжить сотрудничество, нашли посредников, китайцев. Вот, теперь, чтобы вот украинцы и россияне не встречались, их будут смирить китайцы. То есть, создали тройственную такую корпорацию, которая будет делать вертолеты, но, типа, значит, украинцы будут делать вид, что они не при чем. Ни несколько вертолетов МИ нет, это китайцы. Вот, ну, это смешно, понимаете, то же самое, что, когда два премьера встречаются в Киеве, и оба говорят на русском, да, вместо того, чтобы легче, один говорит на румынском, другой говорит на украинском, да, но оба могли бы просто сделать декларацию, и все бы поняли, о чем идет речь. Ну, это, знаете, вот переводчик, ну, напоминает историю с нашим первым премьер-министром Мирчайдруком, который написал на румынском письмо в Узбекистан, ответили на узбекском, и у нас неделю бегали, бегали, сказали переводчик с узбекского, ну, как бы, знаете, когда вот это, вот это уже принципиальность заходит за рамки, дурь, когда заходит за рамки, это уже смешно, конечно. Ну, вот такая ситуация, понимаете, это доходит, действительно, Виктор, вы правы до смешного, почему, потому что, вот эта вот логика противостояния, она ведь навязана не Россией, и не нами, и не Молдовой, она навязана, вот, допустим, на днях буквально, да, эти два парня, пранкеры, Вован, разыграли конгрессмена США, очень уважаемого человека, одного из партнеров, Маккейна, они позвонили, знаешь, да, эту историю, помню эту историю, прикол, они позвонили, сказали, что Путин захватил это государство Лимпопо, и установил там диктатуру Айболита, она все это записала, и говорила, что это то же самое, помню, что ПСАК, или как тоже отмечалась, образованность. да, и вот вы смотрите, там, как бы, никаких контактов, и так далее, научала, мы обязательно же встретимся, не с Айболитом, не с ним Попо. И вот что, Айболитом же прячется, вот диктатор, значит, которого Айболит сместил, он прячется уже на Украине, и так далее, и самое интересное, что человек в это поверил, да, вот, ну, не смешно выглядит, когда советника президента увольняют за разговор, это какие-то времена мократизма вернулись, да, советника президента увольняют, за что он поговорил с российским послом, понимаете, вот прийти к американскому послу, просить у него гранты, помощь на Майдан, это нормально, а поговорить с российским послом, это уже уголовщина, понимаете, ну, это смешно, что интересно, вообще так вот, если посмотреть на историю человечества, историю дипломатии, политики, и много чего другого, то замечено, что между, вот, излишне чопорным чем-то, излишне таким показушным, и смешным, это просто, ну, один шаг, ну, вот, например, вот представь себе, какой-то профессор, в мантии, при всех регалиях, вешан на все, и где-нибудь, вот это пола халата, за что-то зацепилось, и сразу в зале вызывает, колоссальный истерический смех, гомерический смех, почему, потому что, чем, или возьмем африканских, вот этих, лидеров, один из них, даже был императором и каннибалом в одной, помнишь эти, Бакаса, по-моему, да, Бакаса, помнишь, вот эти палеты, с золотыми, чем меньше вождь, тем на ней больше всяких, чем беднее армия, чем беднее форма, по-моему, поэтому, но это, как бы, такие внешние проявления, хотя они тоже, очень о многом говорят, я хотел бы, вот, задаться таким вопросом, на вот этом конгрессе, где я был по устойчивому развитию, вот, как я говорил, там были люди Трампа, люди Путина, я, кстати, попал в их разряд, почему-то, ну, у меня бабушка русская, наверное, поэтому, вот, ну, и люди Меркель, и, и что интересно, когда там выступил один, Элиас Караянис, один из людей, которые работают непосредственно с командой Трампа, консультурой президента, серьезный, он специалист по Европе, и вот он там так раскатал Европейский Союз, что если бы у нас Малдиви, и не знали, кто он такой, его бы тут же упекли в каталажку, я так думаю, наши доблестные сибовцы, или кто на всякий случай, так вот он раскатал политику Евросоюза, и политику по отношению, и тут вскакивает, после доклада, когда вопросы, один немецкий профессор, специалист, из команды Меркель, и начинает этого американца, на чем след стоит, что как вы вот себе позволяете так говорить о Европе, что вот как, мы же все единый мир западный, цивилизация, мы то да сё, на что этот американский грек, этот Элиас Караянис, задумчиво, и как-то очень внимательно, ну, со свойственным американцам, грекам, юмором, спросил, подождите, я не понял, вы журналист, или ученый, там в зале тишина, потом грохот, и хохот, не кажется ли тебе, что вот наши современные аналитики, политологи, бог знает себя вот это, братья, как самозванцы, так и с дипломами, что эти ребята потихоньку начинают превращаться не только в журналистов, пропагандистов, но и в каких-то людей, которые актерируют пустыми понятиями, мир меняется? Нет, самое страшное, что не только вот нет, а самое страшное, что они превращаются в тех, над кем мы где-то лет, наверное, 30 назад смеялись, ты помнишь, когда вот на кухне, политинформации, политинформации, вот все спокойно слушали российский, массийский, да, потом смеялись на кухне, потом смотрели кинофильмы, где было фига, и сидели, думали, как это такое, пустили, где Миронов поет, говорит, есть на свете люди-дикари, да, либо понедельники взять на смене. А потом с Папанова трусы слезают там, где он. Да, да, не, но вот очень многие вещи, говорил Жванецкий, говорил Иванов, говорили очень многие люди, это все в фильмах, и в спектаклях было, да, вот, где все видели эти фиги и так далее, и так далее. Ну вот, и все это было направлено против того, что мы тогда ненавидели, и что нам очень не нравилось, это вот церберство, да, вот этой глупой системы, да, которая... экологического до абсурда, да, составляющего бывшего Советского Союза, да, от чего все смеялись и так далее. Вот сегодня... А вершиной стало в даму. Нет, попробуйте сегодня поговорить, что-то сказать, подвергнуть сомнениям, демократию, там, свободу слова, или... А ну, попробуйте что-нибудь сказать о христианстве, о каких-то вещах. Вас сразу объявят, я не знаю, Вас заклюют просто. Я говорю, этот Элиас Караянис, если бы он такое сказал, здесь наши доблестные силы, его бы на всякий случай... Попробуйте вы продвижение, вот у меня есть масса друзей, есть вот тот же Верил Чеботару, который продвигал православный, не этот наш министр обороны, который НАТО продвигает, непонятно куда у нас. А то я удивился, как можно и НАТО, и православие, или обрезание, или крест. Да, есть другой человек, который очень... Я его очень уважаю, как очень умного человека, очень... Как бы человека, который изучал очень серьезные истории и так далее. Тем не менее, вы знаете, вот таких людей объявляют изгоями, понимаете, почему? Потому что они не входят в эту схему, да, в этот прохрустного ложа, который нам нарисовали, да, вот за который платят гранты, за которые платят неправительственным организациям, дурдом, это, да, когда говоришь, неправительственная организация, существующая на деньги правительства иностранного государства. Ну, мы все понимаем, как через эти фонды и так далее, и так далее, кто-то финансирует и зачем это. И откуда сотни у нас гражданских обществ, и сообществ, и чем они занимаются, для меня загадка. Да, 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 и они все, знаете, как по команде, вот как по команде в Брюссель полетели, побежали, да, аплодировать, так и здесь они вот действуют, моментально, вот попробуйте, бросьте, там моментально поднимается такое, и все понятно из-за чего. Это способ существования, их тоже жалко, их тоже можно понять, заработать в Молдове очень сложно, вот поэтому, поэтому каждый за свой кусочек держится. Ну, Валерий, смотри, вот среди них тоже есть разные люди, одни, говоря с тобой, тебе как бы дают понять, ну, парень, ты понимаешь, друган, я на работе, ну, а потом пошли, заремка, чая, но есть такие рьяные, есть ненормальные, и знаешь, что самые рьяные, те, кто когда-то занимались, как это восставило, вот был великий, что доказывал, что Антоневскую ни при чем к холокостам нашим, и все такое, вот я заметил, почему-то эти перекрашенные самые становятся рьяными. Я это тоже замечал, потому что все они нам когда-то преподавали научный коммунизм, и стояли на страже той идеологии, знаете, и они-то и спохабли ту идеологию, знаете, которая тоже... А знаешь, почему они поняли, вот что сейчас Евросоюз, что бывший Евросоюз, СССР, в своих худших, которых не в лучших, а в худших проявлениях, жутко похоже. Самое главное не мешать. Вот они мешали, они свое дело сделают, они уже фактически его сделали. Нет, спасибо им огромное. Да им спасибо огромное. Они эту идею довели до абсурда. Вот мой приятель Сережа Ткач написал блестящую статью, почему слово евроинтеграция в Молдаве вызывает рвотный рефлекс. Понимаете? И правительство бедное, оно не понимает. Вот бедный Филипп, я его по нему могу понять. Он вынужден, ему надо это проводить. Он на работе. Ну, посмотрите, когда они на президентских выборах возили Марьяна Лупу на встречи, Булига там как плакала, как это самое, ее освистывали, кричали, колотили там и так далее. То есть, понимаете, вот это уже не работает. И это понятно, что не работает. Нужен какой-то новый посыл. Понимаете? Новый посыл, потому что они его скомпрометировали. Они его скомпрометировали окончательно. Понимаете? Потому что за ним ничего не стоит, как в советские времена. За ним стояла народ и партия единая, различные только магазины. И люди понимали. Вот то же самое и сейчас. Понимаете? Все понимают великолепно, что остальные все в нищете. Им эту мормышку бросили. Вот будет интеграция в Европу, когда-нибудь у вас будут зарплаты, как в Германии. Они переезжают в границу, в ту же Румынию, там 10 лет уже Европейский Союз, а зарплаты поднялись, в 2007 году были 320 евро, а сейчас 490 евро, средняя зарплата в экономике. Но зато, если вы возьмете все эти вот пухлые вот такие отчеты, которые недавно правительство демонстрировало, знаете, у нас правительство не отчитывается о благосостоянии народа. Потому что я всегда говорил, что есть только один способ оценки правительства. Благосостояние, веренную ее заботам народа. Все остальное от лукавого. Когда мне начинают рассказывать в качестве заслуг правительства, сколько процентов соглашения оно выполнило с ЕС, понимаете? Но это выглядит смешно. А вы пойдите с этим на выборы. Вы расскажите. Нас три раза похвалит. Кстати, многие из этих соглашений лучше бы они никогда не выполнялись. Они габальные. Вот вы пойдите на выборы с тем, что мы за время свое обязуемся 60-80% поднять выполняемое соглашение с ЕС. Голосуйте за нас. Да, добиться трех похвал от Моники Маковей, двух похвал от Международного валютного фонда, одного похвала от Басеску или Йоханниса, одной похвалы от Меркель и так далее. И голосуйте за нас. Я посмотрю, сколько вы получите на выборах. Но вы же уйдете с другими вещами, которые потом не выполняете. Вы же говорите людям, что мы вас вытащим из той ямы, рабочие места создадим, производство какое-то наладим, какой-то рынки сбыта откроем и так далее. А что делаем на самом деле? Мы делаем то же самое, как на КПСС выходили, рассказывали какие-то проценты, планы, пятилетки и так далее. Но тогда хоть что-то строилось. Мы до сих пор ездим по тем дорогам, живем в тех домах, в тех больницах. А сегодня мэр выходит и говорит, взяли лопаты и на субботник. Ну хоть взял бы, пошел бы как Ленин. Пронес бы это бревно. В конце концов, ради какой-то идеи, хотя бы почистили бы улицы. Но видите, у всех возникает вопрос, подождите, а где же деньги? Куда деньги? Где деньги зим? Да, где деньги зим? Почему-то мы строим дороги свои, ремонтируем на деньги, которые нам выделяет Европейский Союз, в кредиты и так далее. А почему? Мы когда-то строили сами дороги, и ничего до сих пор. Многие стоят не отремонтированы, но они есть. А что случилось с страной? Почему мы не можем ремонтировать дороги? Почему не можем строить дороги? Как это мы без Евросоюза когда-то строили жилые дома, гостиницы, детсады, предприятия и так далее? Что случилось с страной? Почему мы сегодня не можем шаг сделать без вот этой вот подачки, да, из-за рубежа? Ну, тут уж подачку отдавать надо. Это же так просто. И многие люди говорят, вот, яка Европа не конструит друг, Европа нам построила дороги. Я говорю, ребята, во-первых, как эти деньги использовались, одному Аллаху известно, поскольку многие, я помню, как через 3-4 месяца дорога стала расползаться, и не одна, кстати. Вот, и меня другое еще интересует. Эти люди понимают, что эти деньги надо будет возвращать, что это не подарки. И давайте забьем рядом с табличками, прибьем, да, вот я еду, да, и там написано, эта дорога отремонтирована за счет американского народа США. Ну, давайте напишем там еще, прибьем таблички, эта дорога отремонтирована за счет денег, которые предоставил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, который когда работал в Молдове и выделил в Молдове 3 миллиарда советских рублей, или это частная больница была построена, значит, при каком-то меценате, или секретаре, или меценате каком-то там старом, или при румынском каком-то меценате. Давайте так делать, ну, что же мы одних выделяем, других нет. Тут интересно еще другое, вот эта привычка к картинкам, ну, потому что, помнишь, Алиса в «Стране чудес» или Алиса в «Зазеркале» у Леиса Кэрролла говорит, послушай, говорит, что толку от книжки, если в ней нет разговоров и картинок. И вот эти разговоры и картинки мы видим все время, нас чем-то пугают, страшилки, наоборот, соблазнилки какие-то. И вот эта технология уже настолько, я бы даже сказал, где-то уже и приелась, потому что люди, вот считается, что люди, да не быдло, им что там, не напиаришь, все проглотят. А наказывается, нет. Наступает момент, когда желудок требует свое, как ты говорил, и тогда эти картинки, всякие страшилки, дразнилки, соблазнилки, начинают людей раздражать. И вот тогда народ выходит на Майдан. Другое дело, что многие пользуются этим. И я вот говорил недавно с одним моим соседом. У каждого Майдана есть своя организующая сила. Своя мама. Своя мама, да. И вот что, или своя мама. Так вот, это что интересно. Вот говорил я недавно со своим соседом по Бутученам. Вот. Человек хозяйственный, толковый, работяга, и в Португалии работал, и дом построил, и дочкам помогает. Ну, такой вот, на таких молдавская земля держится. Вот. И как-то мы с ним поехали в Аргеев на базарчик, там что-то прикупить, там, благо рядом с Бутученами. И по дороге он вдруг завелся. Прорвало. Он обычно такой тактичный, спокойный. Ну, а тут видно или женка с утра что-то, или еще чего-то, или там что-то его, короче, ему надо было выговориться, и он пошел. И я услышал такое, он говорит, вот, они получили Майдан, там, в Киеве, сейчас, румыны, вот, когда мы возьмемся, вот мы тогда, я говорю, ну, возьметесь вы опять за вилы, возьметесь вы опять за грабли. Ну, посмотри, вот, на Майдане украинском, один им не нравился этот самый президент, ну, кричали бандитвор, ну, пришло 12 от Януковичей, а то и побольше, где вся страна превратилась, я говорю, ну, в Румынии, ну, кричат они, шумят, ну, поменяют это правительство, ну, другие придут, точно такие же, говорю, Вася, вот это ваша крестьянская привычка, бунту, бунт, это чисто крестьянская, Сенька Разин, Пугачев, наши, так сказать, в любую историю, написал, бессмысленный, беспощадный, это не только русская душа такая, и молдавская душа, и румынская, и украинская, вот это бунт, народные возна, то есть, когда мужика припрет, а он крайний, он уже берется за топоры, за вилы, ну, я говорю, Вася, ты поймешь, в чем дело, ну, возьмешься, ты опять, в который раз за топоры, ну, станет только еще хуже, такими, как ты, воспользоваться, хитрецы, придут к власти, и будет еще хуже, тут есть, вот, Виктор, есть момент, это очень важно, часто бывают, разговаривают с своими украинскими коллегами, журналистами, ну, и политологи там тоже, как бы, и вот они всегда говорят, вот их упрек России, ну, вот посмотри, да, Валерия, они мне говорят, мы хотели скинуть президента-коррупционера, а Россия, вот, смотрите, жестоко развязала против нас войну, и я говорю, ребята, вот вы знаете, вот здесь вы лукавите, ведь ваш бунт, да, и Майдан, имел четкую антироссийскую направленность, с самого начала, с самого начала, и проевропейскую, да, тоже с самого начала, так сказать, двигались в том направлении, не надо придумывать, что это уже было потом, я, давайте, по датам, осенью 2013 года, уже, кто на Скаче, кто, то и Москаль, да, перепевали День Победы, очень оскорбительно, для ветеранов на Майдане, то есть, это все носило антироссийским, та же, ну, он печеньки разносил, и так далее, то есть, ребят, ну, это наивное предположение, обмануть тех, что, вот, дескать, вы не хотели, а потом, колорады вспомнили, да, да, а потом, вот это все случилось, нет, вот именно вот случилось, именно потому, что, если бы, допустим, я говорю, почему, а кто мешал лидера Майдана, да, слетать в Москву, позвонить Путину, и сказать, знаете, что мы хотим скинуть Януковича, мы хотим приехать с вами поговорить, и заверить, мы не имеем никаких антироссийских направленностей, нас он не устраивает, мы продолжаем, да, но нас не устраивает Янукович, этого же сделано не было, вот, понимаете, то есть, вот вы и нарвались на такую ситуацию, на такой вот, на грабли, на такие грабли, да, нарвались, что ж теперь, как бы, вспоминать об этом, вот и здесь тоже, знаешь, как-то, вот, когда возникают такие Майданы, обычно, и мысли о Майданах, происходит это, ты абсолютно прав, Виктор, происходит это, знаешь, как бы, вот в старой такой, как бы, истине про революцию Майданы, что их делает романтика, пользуется их результатами негодяя и мерзавцы, да, вот, что мы видим везде, вокруг, и у нас это было, сколько раз мы, мы жгли МВД в 90-м году, потом жгли в 2009-м году парламент, а сейчас вот плачем, да, мы же сами этих людей к власти привели, и почему-то посчитали, что если вот так можно свергать власть, да, то именно вот так приходит новая светлая сила, которая нас поведет к сияющим высотам евроинтеграции, что получилось на деле, поэтому, наверное, это, я очень, кстати, меня понимаю, более этих людей, я понимаю более этих людей, но надо ум еще и мне. да, я понимаю, что этим ничего не изменишь, скорее всего, надо изменять, на мой взгляд, нужно по-другому, нужно просто, действительно, давление на власть нужно, обязательно, обязательно нужна, власть должна быть под прессингом, Власть должна быть под прессингом. Поэтому иначе тогда власть сжирается и начинает делать непотребные вещи. Но не лукавая проплаченная журналистика. Абсолютно. То есть это не должно делаться в внешних интересах. То есть это должно делаться в интересах страны и этого народа. Вот и все. И тогда мы приходим к такому выводу, что когда гнев людской, страдания людские, беды людские, когда разваливаются семьи, уезжают люди, рабочие места, бизнес. Вот посмотри, ведь мелкий и средний бизнес в таком гиганте экономическом, как Соединенные Штаты, занимает порядка 70% экономики. Мы привыкли к эти супергиганты и так далее. А ведь реально и рабочие места тоже на этом малом. И вот многие не понимают, почему вот феномен Трампа. Ведь Трамп абсолютно не то, что вот у нас привыкли писать. Что вот Трамп этот, который там как бы революционерно решил там с Путиным связаться. Да, какое сакой. Действовать против... Во-первых, только дурак может думать, что Трамп будет действовать против интересов Америки. Он как раз и с нее исходит. Да, просто интересы Америки несколько меняются в этом мире. И все это понимают, что политика глобализма, когда мы создали экономику мыльных пузырей... Зашла в тупик. Когда, извините меня, всем начали руководить банки. И вот эти вот все мыльные пузыри... Когда эти деньги стали проходить мимо американской экономики... Да, 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 мимо производства. Да, реального. То есть именно реальное зарабатывание денег уже было не связано с производством. Понимаете, производство ушло в Китай, да. А там остались мыльные пузыри. И вот эти люди понимают великолепно, что дальше так нельзя, нужно поправлять. Трамп выразитель этих идей. То, что он прагматик, то, что он, допустим, назначил госсекретарем того же Тиллерсона. Вот я интересно, я читал про Тиллерсона, интересовался, собственно, наших ребят. Интересный человек, да. Интересный человек, но интересовался там тоже чуть ли не там агент Путина, награжден орденом дружбы. Вот, кстати, могу похвастаться, такой же орден есть у меня. Ну и что теперь? Я шучу. Не шути, он у тебя есть. Да, 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 есть, есть. Я не шучу. Самое смешное в том, что когда Борис Ельцин, еще при Борисе Ельцине Россия подписала кучу кабальных абсолютно на уровне африканских стран этих договоров о разработке нефтяных месторождений, Путин их всех разрушил, потом отменил. Оставил только один, Сахалин один. И знаешь, что там руководил? Тиллерсон. Потому что Тиллерсон был порядочным человеком, и Тиллерсон вел правильные дела. Благодаря этому он... Не пытался надуть, а он все по-честному. Да, 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 и вот за это он был и награжден, да. Вот я потом спрашивал своих ребят-американистов, да, вот, кстати, один из них, господин Василец, он долгое время руководил журналом «Эхопланеты», меня с ним связывали такие очень такие теплые, хорошие отношения. Белевские. Да, и я спросил, он 18 лет проработал в Соединенных Штатах Америки, я спросил его, вот скажи, вот почему вот так с Тиллерсом? Он говорит, понимаешь, говорит, Тиллерсон всю жизнь занимался деловыми переговорами. А деловые переговоры сложнее, чем политические переговоры. Тиллерсон никогда не черпал информацию из того, что ему там писали послы, госдепты, аналитики, послы и так далее. Тиллерсон проезжал в страну и сам щупал руками. Он знает ситуацию в мире намного лучше, чем знает вся эта вот... Дипломатическая братья. Вся эта вот братья, которая сидит у нас, знаешь, вот... Бездельник. Да-да, вот даже когда на которых нарисовали карикатуру во время украинского кризиса, знаешь, там фанаты и так далее, там открыли клетку, в клетке выходит Путин, да, такой разъеденный зверь, а они кричат, план номер два, план номер три, план номер пять. Вот мы продлили эту офисную плесень, понимаешь, которая занимается составлением вот таких бумаг, которые и наше правительство демонстрирует. Вот смотрите, вот целая стопка бумаг, толку. И красивых слов, стратегии. Вот у нас есть стратегия, у нас есть там программирование. Помнишь, в одном районном каком-то отделении милиции, я не помню, то ли Сороки, то ли где, я в будученных сидел, писал и слушал наше молдавское радио, и там один какой-то местный лейтенант или кто, у нас есть стратегия борьбы с хулиганами. Я говорю, ну блин, уже стратегия. Стратегия одна, хулигана за ухо и в камеру. Стратегия уже дошла до... Да, есть одна стратегия, хулигана за ухо и в камеру. А для того, чтобы хулиган не появился, нужно создать нормальную ситуацию. Чтобы у этого хулигана была мама, папа. Главное, чтобы не был мой финн, куметру или кто-то. Да, нет, конечно. Да, вот здесь вот именно такая ситуация с Тилерсом, да, что он действительно очень такой профессионал, прагматик, представитель такой вот деловых кругов, который знает очень хорошо, не понаслышке ситуацию. И он является именно выразителем вот этого вот курса нового в экономике. Это не курс изенциализма. Это новый курс, на мой взгляд, он связан с тем, что действительно мировая экономика начала вот этот глобализм, да, он породил вот этот вот пузырь огромный, да, когда люди... Тоже ВТО пузырь. Ну, страшная ситуация. Что дало ВТО? Ну, как ответить крестьянину молдавскому, да, что на благословенной молдавской земле невыгодно выращивать помидоры, яблоки и так далее. Выгоднее их привозить сюда. Ну, как объяснить? При том, что у нас есть дешевые рабочие руки, да, есть хоть маленький рынок сбуток. Привычки, сорта, технологии. Как это объяснить человеку, понимаете? Вот как вы можете объяснить? Я когда вот пытаюсь получить у них самих, вот покупаю, да, мы приходим на рынок и покупаем эти овощи и всегда спрашиваешь, помидоры молдавские, они улыбаются, а где вы видели молдавские помидоры? Да, начинают врать там греческие, турецкие, говорят, это молдавские, это... И когда ему говоришь... С Дандюшан якобы сказал... Да, и когда разговариваю, а они мне говорят, где вы видели молдавские помидоры? Да, где их взять? Где их взять? Вот только вот бабушке там под забором, который этот полицейский гоняет. И пятерочку с нее срежет. И вот наш мэр, наш мэр не построил, ему даже на Рыжкановке, да, я несколько лет вижу, как на Рыжкановке, недалеко от моего дома, возле завода Мизон бывшего, который тоже по нему крысы бегает, остановился, вот, в результате наших реформ, да, там эти старушки торгуют, и вот приходят полицейские, или берут пару копеек с них, или начинают гонять, или не плачут и так далее, я его не покупаю, потому что это вкусно, нормально, вкусно и так далее, настоящее, да, мне не хочется есть что-то на гидропонике, на нитратах выращенное и так далее. Вот, и вот когда, да, и я спрашиваю, ну почему власти, ну что, нету территории, возьмите, построите маленький рыночек, да, вот, да, нет, этого не делается, много лет, и когда вот спрашивающих... А на что жить этим старушкам, никого не волнует? Валерий, я вот хотел бы еще сказать, вот, о нашем, мы обычно всегда жалко народ, народ всегда жалко, это понятно, но очень часто, вот, я вот привожу этот пример, когда Михаил Федоровича и Иудой назвали, и там калашматили чем-то, я хотел спросить, ребята, вы три раза за него, его племяшей голосовали, и сейчас вы его обзываете и говорю Иудой, он обычный шмекер, обычный деляга, что вы его, вы себя колотите, вы ему эту власть дали, никогда не признается, давай скажем честно, некоторые из них даже меня говорят, ты же за него голосовал, я говорю, я никогда не голосовал, я за него никогда не голосовал, и с самого первого раза сказал, может он и хороший парень, но я сказал, ребята, журналист 27-летний, руговорить миллионным городом не может, потому что для этого нужно иметь хорошее знание, вот, для этого нужно пройти все ступени и понимать, как этот город крутится и так далее, вот, но тем не менее, мне очень многие мои приятели и коллеги, они говорили, вот мы голосовали за него, чтобы не был там коммунист или додон там, или социалист, лишь бы не, то есть, говорю, вот таким образом вы решили, сказать, отомстить Путину, да, танкам Путина, и попыткам Путина захватить Молдову, я не знаю, зачем Путину нужна Молдова, в Кремле сидят капиталисты, для того, чтобы кормить, что ли, так у них и, слава богу, своих выше крыши, вот, тех, кого кормить надо, ну вот, значит, вы таким образом отомстили Путину, да, вы назначили абсолютно непригодным, непригодным, непригодного человека рулить страной, рулить парламентом, стать исполняющим президента, примаром, и разрушили страну для того, чтобы насолить Путину, так Путину ничего не надо делать, ему только надо будет кричать, ребята, я иду к вам, да, и вы постоянно будете ставить непригодного человека, и сами себя загоните... Чисто по политическим... Чисто по политическим мотивам. И знаешь, что самое смешное, они ведь, понимаешь, они ему вину Кишинев разрушен не ставят, они ему не простили ни того, ни то, они ему ни Кишинев разрушенный не простили, они ему не простили, что он в гараже спел любе, а не дештяптать роман. А вот это очень интересно. Вот когда он спел любе в гараже, он стал ненавидим, понимаешь? Кстати, это единственный случай, когда он не понравился как человек, понимаешь, с какими-то там хлопцами, девчонками. Вот он взял, спел эту песню «Комбат», да, вот под эти вот тормозные диски и так далее, и дело не в тормозных дисках, и дело не в разрушенном Кишиневе, дело вот в комбате, понимаешь? Вот это они ему не простили, вот спел бы он там «Дештяптит Румыны» наивный, был бы еще раз мэром. Короче, Валерий, я говорю, короче, в смысле, что уже время наше подошло к концу, я думаю, что из вот этого разговора наши дорогие соотечественники, мне так кажется, ну, как бы почувствовали, что в мире происходят серьезные перемены, что уже мир таким, каким он был, никогда не будет, что теперь о глобализме кричит Китай, а не Америка. Америка стала протекционистами, что теперь не будет этих колхозов и кагалов, типа Евросоюза и так далее. Такие люди, как Трамп, будут разговаривать с каждым по отдельности, и каждый будет платить за свой обед. Вот. И я думаю, что в этом мире нашим дорогим соотечественникам пора избавляться от всех этих благоглупостей и от всех этой чуши. И главное, что когда их мэр поет «Любе», «Камбат Йо Камбат» и так далее, это значит, что в нем появляются проблески гражданина. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Дорогие соотечественники, у нас в гостях был, как всегда, интересный, как всегда, поучительно мудрый Валерий Демидетский. Это человек, который заслуживает того, чтобы мы неоднократно видели его в наших программах. Спасибо за внимание. Будьте бдительны, берегите себя и своих детей. И помните, что песни «Любе» так же интересны, как и песни «Мондиала». Они точно так же интересны, как песни наших замечательных «Сдоб и Сдуб». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова